Я крафтер. В моих венах течет клей. В моих сильных руках инструменты. Но бывают порой такие моменты. Хоть по ебалу мне бей. Пизди меня. Ведь я это заслужил. Хуяй руками и ногами. Ведь я подвел тебя. Целых два месяца не выходило новых видео. Давай. Отхуяй меня как ебаного козла за неоправданные надежды и несбывшиеся мечты. Вымести накопившуюся злость и я начну свой рассказ. Пути мои неисповедимы. И я вновь возвращаюсь к тому, от чего отрекся. Сегодня я поведаю тебе о проектах, которые каким-то образом были начаты, но оказались забыты. Бей меня. И как успокоишься, я все тебе объясню. Привет, братишки и сестришки. Вы смотрите канал Годный Крафт. С вами, как всегда, Павел. И в этом видео я вам расскажу о проектах, которые мутятся на данный момент. Но сперва давайте подведем итоги прошлого анонса. Узнаем, какие работы из него были закончены, а в которых и конь не валялся. Погнали. Первая анонсированная работа. Нож керамбит из КСГО. Из металла, а не из пластика или картона. Появилось несколько прикольных задумок благодаря подписчикам. Попробую их реализовать. За время, прошедшее с момента анонса, я очень сильно продвинулся в его изготовлении. За каких-то жалких два года я сумел напечатать на 3D принтере рукоятки для него. А что касается задумок по исполнению ножика, то тут я все благополучно забыл. Поэтому делать его буду, скорее всего, на отъебись. Далее был анонсирован... Шлем Железного Человека модели Mark 7. Эта работа, в отличие от ножика, была успешно закончена. И серию из пяти видео по его изготовлению вы можете узреть на канале, перейдя по ссылочке в описании. Третий анонс из того видео, маска какого-то неизвестного мудака. Тоже давно забытый проект, но пришлось недавно про него вспомнить. Потому что на нее нашелся обладатель, и теперь она делается для одного более известного мудака. Я не знаю, как ее покрасить, а на вопрос, как будем ее красить, он ответил, я хочу увидеть искусство. Ребята, помогите мне определиться с покраской. Покажем этому мудачине, что такое искусство. На этом ебальнике из пластилина будет лепиться маска Франкенштейна. Нихуя на этом ебальнике маска Франкенштейна лепиться не будет. Это потому, что я действительно начал ее лепить на этом самом ебальнике. Но какая-то невиданная сила привела меня вот к этому результату. И теперь идея сделать маску переросла в идею сделать целый костюм. Напишите в комментариях, как думаете, кто это будет. Проверим, насколько я предсказуем. Это пустое место, место под маску хищника. Это пустое место, к сожалению, так и осталось пустым. Но зато это место не пустует. На нем как раз и красуется эта самая маска. По ссылке в описании ты можешь посмотреть видос о том, как эта маска делалась. А также предлагаю тебе где-то вот здесь наверху поставить свою оценочку данной работе. А в этой папке хранятся детали нового шлема Бэтмена. И он был успешно завершен. На несколько его копий даже нашлись покупатели. Огромное благодарность всем купившим эту маску. Вы даже не представляете, как сильно своей покупкой помогли мне и этому каналу. Именно благодаря вам канал по-прежнему продолжает существовать, а это видео имеет место быть. Также по ссылкам в описании вы можете посмотреть видосики о том, как эта маска делалась. И еще приглашаю вас также дать ей оценочку на том же самом месте. Ну а если ты хочешь знатно так проораться, то рекомендую тебе посмотреть серию из пяти видосов по изготовлению первой маски Бэтмена. Которая получилась супер уебищной. И именно этот беспонтовый результат подтолкнул меня на изготовление той маски, которую мы только что с вами рассмотрели. Вот собственно и все. Из шести работ, представленных в старом видео, закончены только три. Это значит, что мне придется в ближайшее время их доделывать, чтобы не прослыть пиздоболом. Было бы глупо предполагать, что импульсивный художник, абсолютно себя не контролирующий и в те моменты, когда к нему приходит вдохновение, в крысу не начал несколько новеньких проектов. Первый из них и самый приоритетный, это кастомная версия шлема Новы. Для тех из вас, кто подписан на группу проекта ВКонтакте, это не новость. И вы знаете, что в последнее время я неплохо так прокачался в трехмерном моделировании. И с нуля как раз и начал моделировать этот шлемак. Именно таким я вижу этого персонажа. Корпус Новы ассоциируется у меня с чем-то технологичным, а само название корпуса с чем-то инновационным и крутым, в том числе и в плане дизайна. Модель еще не закончена, она дорабатывается, но ты уже пиши в комментариях, что думаешь о ней на текущих этапах разработки. Также вступай в группу ВК, чтобы раньше всех быть в курсе новостей проекта. Жопой чую, грядет жаришка. Еще на днях нашел недоделанный шлем Дарта Вейдера. Он склеен, укреплен и практически полностью прошпаклеван. Маски для этого шлема у меня не имеется, и она будет делаться либо по каким-то артам, либо по каким-то собственным идеям, если эти самые идеи в голову конечно же придут. Маска Дэдпула также была начата и благополучно забыта после неудачных попыток обтянуть ее тканью. Ткань, чтобы вы знали, редкостная сука. Она ни в какую не хочет ровно ложиться на маску. А потому было принято решение сделать эту маску несколько иным способом. Вообще однажды я поймал себя на мысли, что мне не доставляют удовольствия делать копии масок из игр и фильмов. А делать собственные какие-то маски по собственным идеям, наоборот, очень увлекательно и прикольно. Собственно в этом направлении я и буду двигаться, так что ждите хренову тучу кастомных вещичек. Также из напечатанных моделек имеется маска Несмертного Джоа, модельку которого я нашел где-то на просторах интернета. И еще напечатал модельку Черепа Леопарда, просто извлеченную из файла для пипакуры, подвергнутую процедуре самдивайдинга и без какой-либо дополнительной обработки. Ну а из работ, сделанных с помощью пипакуры, тут имеется маска Флэша из Инжастиса, по-моему. Кстати говоря, это самая ровная моя склейка за все время работы. Я очень сильно постарался, когда ее клеил и грамотно выставил распорки, после чего укрепил. В результате я получил практически идеальную симметрию. Также из стеклопластика сделал очки Зимнего Солдата и маску Зеленого Фонаря, которую разделил пополам. Вряд ли из этих заготовок будут сделаны те самые персонажи, которыми они и являются. На самом деле, эти заготовки делались для того, чтобы угадать с размерами, как-то их совмещать с собой, блочить и добиваться каких-то прикольных кастомных результатов. Таким образом, имеется 11 недоделанных работ. С этой цифрой я, мягко говоря, в ахуе. Я огромное количество времени ныл, что мне нечего крафтить, как будто я телочка с полным гардеробом одежды, которая ноет, что ей нечего надеть, когда она собралась на вписку. В это время проекты незаметны, подобно снежному кому накапливались. Что ж буду доделывать? А ты подписывайся на канал, сука, ставь лайки и птыкай грёбаный колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр. Пока. Скоро увидимся вновь.